Вы посчитываете многие вещи? Да, конечно, я многие вещи посчитал очень практичными. И какие-то аспекты сталкинга, наверное, и сейчас, по-своему, где-то применяю. Потому что там есть именно такая практическая сторона, как строить отношения, как немножко управлять своей жизнью. И я помню, когда я начал более конкретно опыты именно в сновидениях Я помню, да, я смотрел, я не помню точно когда Может быть в конце 80-х, где-нибудь там в начале 90-х Но да, я смотрел на руки во сне И я помню вот это первое впечатление, когда я именно эту установку взял, чтобы посмотреть И руки выглядели, как если бы вот когда ныряешь под воду в реке И вот как бы такая немножко мутная, когда вот без маски ныряешь Я очень хорошо помню это впечатление, первый раз увидеть руки во сне И вот такая как бы, их видишь, но они как бы так немножко Сквозь рек вот, да, да, вот как в воде Вот именно как в воде, когда река течет Да, и это был полезный шаг, я бы сказал, к освоению практики сновидений Когда я этим занимался, скажем так Хотя, когда я дошел вот до девятой книжки, когда она вышла Я читал ее, собственно говоря, на английском языке Как бы, когда все стало немножко вскрываться Ну, немножко у меня было не то чтобы разочарование А как бы так вот все стало яснее Потому что пока все это развивалось, как бы Где мистика, фантастика, реальность какая-то И вот другая реальность, они вместе все сочетались То, конечно же, это было очень захватывающее путешествие Хотя вот я понимаю, что какие-то вещи было непонятно То ли это буквально, то ли это символично надо воспринимать Но, тем не менее, воспринимал, как есть И действительно это сдвигало сознание Вот увлекало именно вот эта вот мифологическая сторона Изложения наших духовных или каких-то эзотерических сторон Нашего бытия, нашей души И впечатлила меня вот, как же называлась-то там Дара Орла, что ли? Дара Орла книга, да Вот эта книжка почему-то она меня впечатлела Вот сейчас я это вспоминаю Где-то она впервые, вот такая мистерия вообще Вся большая рамка человеческой жизни, предназначения И о том, что Орел съест тебя, если ты не освободишься Да, и жалостно Потому что мы же все равно жили в некой такой обыденности И когда мы сталкивались с чем-то эзотерическим и каким-то практиком Все равно они были несколько абстрактными для нас, скажем так Что это что-то вроде сказки, или какой-то фантазии, или аллегории А вот там как-то вот даже почему-то в это поверилось Что что-то такое действительно есть Может быть непонятное на нашем языке Но вот что-то действительно экстраординарное может происходить при реализациях Которое за пределами обычной даже, скажем, осознанности или чего-то еще Хотелось понять, что реальность намного больше, чем она есть Я потом столкнулся, кстати, с женщиной на гвале в Мексике сам лично Она мне немножко объясняла, что современные какие-то исследования происходили Что вот эти вот скорость пропускания сигналов через нервный рецептор Или что-то такое, примерно в 600 раз увеличивается То есть у нас получается не 25 кадров, а получается полтора тысячи кадров И если мы очень многое пропускаем, она говорит Если вот ты начинаешь с такой скорости воспринимать реальность То ты видишь, что все движется Вот, и там нет никакого даже намека на наркоманию или там чего-то А именно что вот это вот обострение восприятия И подключение некого такого развитого духа через этот носитель Который просто помогает тебе в твоей же практике что-то там воспринять, если это необходимо Как ты думаешь, Дунхван реальный человек? Насколько я слышал, его обнаружили, собственно говоря, да И он оказался, ну то, что мне говорили, не какой-то там, как описал Кастанеда, могучий такой крепыш Это был, насколько мне говорили, что он, да, он был реальный мастер, возможно Но он был такой щупленький, худенький, сухонький такой небольшой До сих пор живущий, в тот время, когда я об этом услышал И поэтому я думаю, что реальный человек за этим стоял Но он был подан не в физическом аспекте своем, как он был представлен А скорее через аспект восприятия, что возможно, если там большой мастер с такой энергетикой То его так и подали, как бы, ну заменив физическую на некое энергетическое представление тела Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!